Нужно ли говорить о том, что позвоночник основа всего? Это основа нашего организма и нашего тела. И от его стабильности зависят все остальные регионы тела. Но чем обеспечивается эта стабильность? В первую очередь мощным связочным аппаратом и короткими глубокими мышцами. Многие ученые и практики очень долгие годы задаются вопросом, а как же тренировать эти короткие глубокие мышцы позвоночника? Как работать с крупными мышечными группами, мы знаем. А как с этими очень важными, но очень маленькими мышцами можно работать в условиях реабилитационных залов, либо в домашних условиях? Максим, сегодня я хочу тебе рассказать о таком приспособлении, как неустойчивая опора. Достаточно часто у нас мышцы выполняют какую-то функцию, длинные мышцы тела, и выполняют ее избыточно. Это приводит к изменению позы тела. Это приводит к тому, что какие-то действия мы не можем сделать или делаем их не очень эргономично. Баланс для нас очень важен как в статическом положении, так и в динамическом положении. За этот баланс в достаточной мере отвечают короткие мышцы, которые располагаются между позвонками. Они соединяют отростки позвонков, тем самым балансируя каждый позвонок относительно другого. И это мышцы, которые крайне недоступны для массажа. При этом в них имеется достаточно часто большое количество нарушений. Эти нарушения приводят к тому, что возникает нестабильность между позвонками. Это серьезная ситуация, которая приводит к формированию протрузий, грыж и соответствующих клинических симптомов в виде болей и радиации по ходу нерва и соответствующее формирование онтологической, так называемой, противоболевой позы. И я бы хотела показать тебе несколько упражнений, которые способствуют изменению в физиологическую сторону распределения нагрузки в теле. Мы сейчас с тобой сделаем некоторые упражнения на неустойчивой опоре, задача которых будет выключить из избыточной стабилизации длинные мышцы тела, но заставить работать маленькие межпозвонковые мышцы. Итак, я прошу тебя встать на неустойчивую опору. Делай это осторожно. Есть. Встал? Стоишь? Ставь ноги, как удобно. Все равно ставь, да? Как мне удобно, так и вот так. Параллельно на той ширине, которая тебе будет комфортно. И попробуй поймать баланс, как будто бы ты стоишь на полу. Хорошо, попробуем. Смотри прямо, глаза открыты. Первое упражнение, с которого необходимо начинать, это баланс, просто стоя ровно, не двигая конечностями, спинка ровная, взгляд направлен вперед. Когда человек, который занимается на неустойчивой опоре, научится держать полностью баланс, этот баланс будет таким хорошим, уверенным, Следующий этап, это то же самое, но с закрытыми глазами. Ты просто стоишь, ничего не делая, но закрываешь глаза. Ой, гораздо сложнее. Стало гораздо сложнее, потому что тело потеряло визуальную опору за пространство, и теперь должны работать в полной мере проприорецепторы. Но пока они еще не создали общую картину тела, поэтому стало так тяжело. Сколько нужно вот так стоять в виде баланса? Для первого времени обычно это где-то 3-5 минут, не больше. Поскольку это новое такое действие для организма, это вызывает достаточно серьезный стресс. То есть огромное количество рецепторов в этот момент должны возбудиться, отработать и включить определенные мышечные группы, что просто перегружает нервную систему. Поэтому открывай глазки. И стало гораздо проще поймать баланс, да? Конечно. Вот когда мы назначаем своим пациентам или клиентам в спортзале работу на неустойчивой опоре, обязательно нужно не преувеличивать время вот этой тренировки. Первое время это 3-5 минут. Потому что если мы перегрузим мозг информации от проприорецепторов, это будет стресс для организма. Неизвестно, как он вылится в эмоциональную какую-то дисфункцию, всплеск, или в какую-то иную дисфункцию, которую мы даже пока не можем сказать. Итак, весь комплекс упражнений будет включать в себя несколько этапов. Первый этап – это поймать общий баланс. И потом научиться также ловить этот баланс с закрытыми глазами. Это самый важный этап. Его нельзя пропускать, потому что он задает общую картину, общий такой вектор работы. Следующий этап – это работа с руками. Мы также, когда уже уверенно стоим на неустойчивой опоре, мы начинаем делать простые действия руками. Поднять руки в стороны, опустить руки в стороны, вывести руки вперед, перекрестно развести руки вперед-назад, плавно, медленно. И, естественно, стараться удержать баланс на неустойчивой опоре. Это второй этап, когда мы подключаем плечевой пояс. Следующий этап, он более сложный – это движение в шейном отделе. Самый простой вариант – повернуть голову вправо-влево. Более сложный вариант – это сделать наклон головы вперед. И иногда особо продвинутые пользователи, они пытаются сделать наклон головы назад. Если у вас не получается на этапе движения руками устоять на неустойчивой опоре, запрокидывание головы назад делать, вообще переходить к работе с шейным отделом на неустойчивой опоре нельзя. Вот эти два этапа мы отрабатываем сначала с открытыми глазами, обучаясь стоять, не падая с опоры. И далее мы делаем то же самое, но уже с закрытыми глазами. То есть мы лишаем тела опоры по пространству. Следующий момент – мы можем отбалансировать наше тело с учетом работы мышц височно-нижнечелюстного сустава. Что делает этот сустав? Ну, во-первых, он участвует всегда у нас в жевании в нашей еде, в процессе еды. И второе – мы всегда говорим. Поэтому наш баланс иногда нарушается неправильной работой мышц височно-нижнечелюстного сустава. Также на неустойчивой опоре мы можем попробовать сжать зубы, открыть рот, сместить челюсть вправо и влево поочередно. И на каждое движение заканчивается фиксацией в конечной точке. То есть открыли рот, стоим с открытым ртом и ловим баланс. То же самое, весь этот цикл повторяется, обучается человек стоять с закрытыми глазами. То есть открыть рот, закрыть глаза. Следующий этап, когда мы пытаемся поймать баланс, это уже такой очень продвинутый этап, это баланс на одной ноге. Сначала на одной, потом на другой. И то же самое делается с закрытыми глазами. Упражнение на неустойчивой опоре можно бесконечно усложнять. Можно делать одновременно движения двумя конечностями, более сложные. Можно делать движения дистальными отделами, например, кистями, или сжимать пальцы на ногах, или наоборот растопыривать пальчики веером. Можно сделать упражнение, например, присев на неустойчивой опоре. То есть присесть и встать, не потеряв баланс. Наши балерины очень многие тренируются, используя различные варианты неустойчивых опор. И показывают совершенно колоссальные, вообще потрясающие совершенно вещи. Они выполняют свои профессиональные па на неустойчивой опоре. То есть можно бесконечно развивать сложность упражнений. Здесь уже насколько сработает фантазия самого человека или тренера, который занимается с данным человеком. Конечно, всегда нужно соблюдать, помнить о безопасности. Ежедневная тренировка где-то 2-3 раза в день, начиная от 5 минут, и постепенно можно увеличивать в зависимости от тренированности. Друзья, вы на канале Прикладная кинезиология УАПК. Если вы интересуетесь прикладной кинезиологией, либо медицинской реабилитацией, подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы всегда быть в курсе самых последних, актуальных и достоверных техник и методик по оздоровлению человека. Для этого нажмите кнопку «Подписаться». Внизу этого видео обязательно нажмите колокольчик, чтобы всегда вовремя получать уведомления. Друзья, данный канал в первую очередь ориентирован на специалистов, которые профессионально работают с телом и с пациентами. Но на нашем канале также есть отдельный плейлист, ориентированный на самих пациентов, где вы сможете найти массу полезной информации по самодиагностике и самокоррекции. Ну что ж, уважаемые коллеги, как вы понимаете, неустойчивая платформа – это очень простой механизм, который доступен для и вас самих. Вы можете использовать его в вашем кабинете, в ваших реабилитационных залах, либо рекомендовать пациентам работать с ними самостоятельно. Купить можно где угодно, продается в спортивных магазинах. И сейчас есть очень много разных модификаций и моделей от недорогих до дорогих и сложных. Многие даже делают самостоятельно. Это такие вот половины бруска, на которых можно качаться только вперед и назад. На этом варианте можно раскачиваться во все стороны. Ну, поскольку я сегодня делаю это впервые, попробую сделать несколько рекомендаций, которые мы только что услышали, и посмотрим, насколько это получится для новичка. Кстати, преимущество именно вот этой модели опоры заключается в том, что с нее практически невозможно упасть. За счет ее конструкции она в любом положении все время ограничивает сама себя опол. Поэтому, если вы ее почувствуете и перестанете бояться, то, в принципе, модифицировать и усложнять движение можно сколько угодно. Чего не скажешь о тех самых брусках, самых простых опорах, которые могут качнуться либо вперед, либо назад. В этом случае пациенту, либо вашему клиенту, мы рекомендуем, конечно же, сделать это либо возле стены, либо возле кушетки, для того, чтобы можно было сразу опереться, либо при помощи инструктора и специалиста. Ну, как видите, работая на опоре впервые, я, тем не менее, могу выполнить некоторые движения довольно несложно, особенно касается вывода рук вперед-назад, перекрестные движения, конечности вперед-назад, вывод рук в сторону, но и каждый из вас будет, выполняя эти упражнения, чувствовать, насколько, в каком именно положении их выполнять проще, в каком сложнее. Лично для меня при выведении рук вперед-назад вот это самое комфортное и самое удобное положение, при котором я чувствую самый максимальный баланс. Конечно же, очень важно отслеживать динамику. Если вы, скажем, на первом выполнении упражнения, только купив платформу, только попробовав это впервые, вы чувствуете, что практически не можете устоять без посторонней помощи, то запомните эти ощущения и попробуйте вспомнить их через неделю, либо через две недели выполнения упражнений, для того, чтобы понять, насколько вы стали увереннее себя чувствовать на такой неустойчивой платформе. Уважаемые коллеги, изучение методики, техник прикладной кинезиологии возможно у нас в Украинской ассоциации. Вы можете посетить семинары по визуальной диагностике, по мышечно-фасциальным цепям, по мануальному мышечному тестированию, по спортивной кинезиологии, семинары более высокого уровня работы по различным регионам тела, семинары по нейродинамике, мануальная терапии, нервной ткани и даже семинары по эмоциональной, крайне сакральной коррекции и висцеральным техникам. Мы приглашаем вас на обучение в Украинскую ассоциацию прикладной кинезиологии. Вся информация есть на нашем сайте oa-pk.com. Будем рады ответить на любые ваши вопросы. Всегда звоните и пишите там в любое время. Ваша Украинская ассоциация прикладной кинезиологии. Друзья, вы на канале Прикладная кинезиология ООПК. Для того, чтобы всегда быть в курсе наших новых видео, нажимайте на кнопку в левом углу экрана и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Ну а прямо сейчас вы можете перейти на следующий видеоролик и посмотреть, что интересного есть по прикладной кинезиологии. Прикладная кинезиология ООПК – все самое полезное и интересное для личностного и профессионального роста.